Березнякль существует где-то приблизительно, ну чуть меньше года. Мы его сделали в декабре прошлого года. И с тех пор он успел поиграться в Израиле и немножко, и попутешествует по фестивалям. Мы его сыграли совсем недавно на фестивале «Пост-Ефремовское пространство» в Березняках. Это «Урал за Пермию», фестиваль, который организует Анастасия Ефремова в память отце Олеги Ефремовой. Мы участвуем уже второй раз в этом фестивале. Первый раз был год назад в Ялте, а теперь вот мы поехали на Урал и сыграли там два спектакля в рамках фестиваля. Там были очень серьезные критики, профессора Гитеса, которые обсуждали спектакль. Было очень продуктивное, интересное общение. Нам очень было приятно, что публика «Тепло» встретила такой, в общем, достаточно необычный формат и камерного спектакля, и вообще такой подход, что ли, к материалу, да? Хореография, музыка. Да, мы старались найти какой-то свой язык в данном случае, и поэтому нам пришлось сочинить эту историю самим. Мы авторы, в общем, текста, который сложен из работы над большим количеством документов, писем, воспоминаний, там, есть работы следователей, а, собственно, нет пьесы как таковой. Но нас очень заинтересовала эта тема, не только тема любви как таковой, но и тема любви двух художников. В данном случае это для нас было важным очень обстоятельством, потому что, если бы это было просто обычной иллюзией, такой довольно банальный любовный треугольник, да, но поскольку здесь идет речь о двух мастерах и очень тяжелой судьбе и того, и другого, как бы, Родена до встречи с Камилой на сложный путь к славе, но Камилой после встречи с Роденом была очень тяжелая жизнь, тяжелая болезнь, и многие говорят, что он забрал у нее часть ее таланта, который она, так сказать, пожертвовала его славе, а другие говорят о том, что он дал ей много как учитель, и она не стала бы Камилой, если бы, так сказать, не встретилась с Роденом. То есть вот эта неразрывная связь двух людей, любящих друг друга, и двух творцов, наполняющих друг друга, как бы, да, энергией, вдохновением, и тут сложно разделить, кто кому дал больше, кто кому дал меньше, но вот именно вот этот сплав любви и творчества нам очень интересен, в принципе, и личностно, как художникам, поскольку мы каждый день живем этим и театром, и друг другом, да, но вот мы, когда искали язык, то нас вдохновляли импрессионисты, то есть те художники, которые творили в то самое время, когда жил Роден и жила Камила, потому что в их творчестве очень много импрессии, да, иногда почти необработанный камень, а иногда, наоборот, деталировка такая очень скрупулезная, и вот это вот чувство, ощущение, вот этот импрессион для нас было важно передать и в построении пьесы такой достаточно импульсивной, да, когда взяты какие-то основные моменты, когда иногда есть очень резкие, может быть, не всегда сразу понятные переходы, когда найден такой способ работы, эквивалент камня, да, как бумага, и мы пытались найти такой язык стимический, который бы соответствовал стилю и направлению и их, как художников, и музыки, которые звучат спектакли, а это Дебюси, Рахмалинов, Сенсанс, Малер, и, ну вот, получилась такая работа, такая, она достаточно сжатая, емкая, как будто бы всплеск чувства, как будто бы такой вот... Такое впечатление, что у вас есть хореографическая подготовка? Не специальная профессиональная хореографическая подготовка, кто-то вам помогал? Нет, мы все это сделали сами, мы как артисты двигаемся так, как мы двигаемся, и во всех, в общем, спектаклях так или иначе это присутствует, но в данном случае нам показалось, что это как язык сценический, очень подходит для материала, то есть весь момент пластики и эквивалент работы над камнем, да, на театре. Вот нашлась такая форма. Очень интересно. И мы очень надеемся, что спектакль будет продолжать путешествовать, он, во всяком случае, заявлен на фестиваль в Петербурге в следующем году, будем надеяться, он состоится, и мы хотим продолжать показывать себя в Израиле. Они так давно были в Дерше, мы до этого проховаться, то есть есть города, где нас ждут, и мы будем рады продолжать. Спасибо. Приезжайте в Хайфа. Постараемся. Но я думаю, что в вашей семейной жизни, в Творческом Союзе все как бы протекает более гладко, или все равно есть какие-то всплески, какие-то подводные камни, течения. Ну, это живая жизнь. Творческих людей, очень талантливых и, в общем-то, больших. Статистически в жизни обычного человека не меньше всплесков и эмоций. Может быть, они менее импульсивные, гипербола более плавная отношений. Но, в общем, это жизнь. Все живые люди со своими... Дети не пошли по вашим стопам. Дети младшие, в общем, собираются идти по нашим стопам. Еще все может измениться, еще до 15 лет. Но она с нами участвует в детских спектаклях. Вот через неделю мы будем здесь с замечательным спектаклем. Новые приключения Бабы-Яги. Я с удовольствием всех приглашаю. И кто играет у нас Бабы-Ягу? Бабы-Ягу играю я. И это вам доставит немалое удовольствие. Я думаю, что взрослым не меньше, чем детям. Потому что там, во-первых, очень найдена такая аттрактивная фонда. Это подходит для любого возраста практически. И там присутствуют наши практически сцены из всех наших лучших спектаклей. Это такой, ну, папури такое, где все эти сцены, любимые всеми героями, и Чебурашка, и Крокодил Гена, и Карлсон, и Чаполина. И там много еще разных героев. Соединены в одном сюжете, в таком увлекательном. С беготней и по переключениям. Я не зря так много внимания этому делаю, потому что мы относимся к этому очень серьезно. Так же, точно, как и к взрослым спектаклям. Стараемся делать это ответственно, честно, качественно. И будем надеяться, что зрители это оценивают. Вы приехали вдвоем. Как остальные члены труппы? Как театр существует? Развивается, в общем-то... Потихонечку развивается театр, мы работаем, продолжаем играть наши спектакли, активно ездим на фестивали. В этом году были на 7, что ли, или 8 фестивалей. Подряд в февраль, март, апрель, май месяц, потом в августе, потом в сентябре. И будем надеяться продолжать это делать. Все у нас работа. Мы рады зрителям. Спасибо. Спасибо вам.